Начинается наша историческая программа Как обычно, это прямой эфир Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин Напоминаю, что сегодня 16 февраля А вот ровно неделю назад, 9 февраля В Международный день стоматолога В нашем городе, в библиотеке Минигерцена Открылась выставка под названием Хранители наших улыбок На этой выставке собраны артефакты Которые рассказывают о развитии Зубоврачебного дела В дореволюционной вятке Собственно, эти артефакты, эти экспонаты Для выставки предоставил Сергей Касанов Историк медицины, краевед, действующий врач Стоматолог-ортопед и Сергей Архметович Сегодня в нашей студии Добрый день Зубная у нас сегодня передача Зубная передача Поговорим о выставке И поговорим, собственно, об истории Стоматологии в нашем регионе, в нашем городе Это первый опыт, Сергей Архметович Выставки такой Ну, вот Данная выставка, она Как бы чисто тематическая То есть Именно это направление Это направление, да Именно по стоматологии Потому что До этого Ну, выставок 20 я делал В том году три выставки было Ну, там Посвящено 150-летию Красному Кресту Лёг-то Айболит Родом из вятки Ну, это такие были Как бы общие темы Связанные вообще с медициной С вяткой и так далее А здесь чисто тематическая выставка Которая посвящена Которая посвящена Как бы одному дню В истории медицины Именно всемирному дню С томатолога Мы приглашаем жителей нашего города Прийти на эту выставку Сколько будет она работать Давайте Ну, она должна В принципе работать Два месяца Я думаю, что есть У кого желание Посетить Потому что Можно увидеть Очень интересные экспонаты Которые Предоставлены Из моей коллекции Это не только Предположим Фигурки Животных с зубами Фигурки Стоматологов Фигурки Фигурки Стоматологов То есть Понятно, что это стоматолог И он занимается Лечением зубов То есть Он сидит Как бы Кресля Изготовленный Из камня И еще Какого-то Другого материала Вот Но есть Интересные Предметы Деревационной Вятки Которые связаны С деревационной Вяткой Это Например Первая Какая литература Которая Была Издана В тот период Времени По Стоматологии По Истории По Лечению Глины Полости рта Это Например Дереволюционный Знак Официальный Врачный Знак Зубной Врач Представляете Да До революции Был специальный Знак Он был Специальный Знак На грудь На грудь Да На То есть На Парадный Мундир Лекаря Врача Дентиста Стоматолога Ну по тем временам Дентиста Зубного врача Это Официальный Знак Который Вручался Тим Людям Которые Заканчивали Высшее Учебное Заведение И Занимались Практической Деятельностью А из чего Я делаю вывод То есть Это была Очень почетная Профессия Это была Почетная Профессия Это одно Второе Не так Много Дентистов Зубных Врачей Вот И поэтому Это было Довольно-таки Престижно Дальше Там У нас До революционной Рядки Были Дентисты Которые Занимались Конечно Частной Практикой Ну давайте Да уже Непосредственно Переходим К истории Развития Заболочебного Дела В нашем городе Насколько я Знаю Первый стоматолог У нас появился В середине 19-го века Да Первый Дентист Появился В Вятке В 1847 году Это был Михаил Ольшванг Он пробовал Очень короткое время Ну он давал По происхождению Немец был Да Ольшванг Да И он давал Вот такое Короткое объявление Честь имею Известить Почтеннейшую Публику Что я прибыл В сей город На долгое время Желаю быть полезным Делаю все Операции По зубной части Чищу И освобождаю От винного Камня Который Есть Опаснейший Враг Зубов Рано Или поздно Происходит Их потеря И избавляю От гнилости Истребляю Дурной Запах Пломбирую Пустые зубы Вновь Изобретенными Способами И бальзамами По самым Новейшим Методикам Вставляю Все хоро Зубы Которые Будут Соответствовать Крепости Природных Зубов Без Сякого Изменения Имею Все возможные Способы Для излечения Зубов И бальзам Для пломбирования Пустых Зубов Предлагаю Свои услуги Почтеннейшей Публике Прошу Удостоить Мне доверенности И уверяю Во всем Выше Писанном Имущие Могут Являться Всякое Время Без Платежа Ну Это как Расписал Себя Расхвалил Михаил Абаришваг Его запомнили Больше Не как Даже Дантиста А как Фотограф Он Он Изумительно Делал Фотографии На Литографии Вот Делал Снимки Фотографировал Чего? Виды Людей Виды Людей В основном Людей Вот Но Пробовал Короткое Время И В дальнейшем Уехал Из Вятки Так Подождите Не трогайте Люди К нему пошли Они Откликнулись Люди Откликнулись Люди Пошли Но По какой-то Причине Ввиду Того Что Или Климат Его не устроил Или что-то Еще То есть Вот Такой Дальнейшей Информации Я не нашел Какова Конкретная Причина Его Отъезда А где Он Принимал Где Он Расположился Известно Он Располагался На Спасской Улице На Спасской Вот Но Значит Потом Дальнейшее Время У нас В Вятке Не было Никого Но В этот Перед Времени И до Него В основном Зубы Лечили Каким Образом То есть Лечили Знахарки Цирюльники Коновалы Вот Лечили В смысле Выдергивали Что-ли Значит Цирюльники Удаляли Удаляли А Знахарки Заговаривали Заговаривали Готовили Отвары Шептали Нашептывали На воду На что-то Еще И что Помогало Или неизвестно Сейчас уже Это Вы знаете Это ведь Психологический Фактор Кому-то Может быть И помогало Кому-то Нет Тогда Удаляли Но В основном Это были Заговоры Они Были Чисто Вязкие Были Российские Заговоры Которые Ну Широко Довольно-ки Применялись Вот А вообще Когда на ветке Узнали Что вот Есть такой Врач Специализирующийся На зубах Ну Вообще Вот Приехал Приехал К нам Ольш Ван Ведь он Приехал На подготовленную Аудиторию То есть Люди Знают Что Люди Там Наши Вятские Наши Вятские Куда-то Раньше ездили В другие Города Возможно Никуда 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 Потому Что В принципе Звание Зубного Врача Впервые Было Присвоено Петром Первым В 1710 Году В Дюпере Французу Который Практиковал В Москве А так Вот С точки зрения Петербурга Первым Донтистом Они считают Петра Первого Петра Первого? Да Непосредственно Непосредственно Петра Первого Почему? То есть История тоже Очень интересная Почему? Потому что В 1697 Году Петр Первый Отправился в Голландию Изучать науку И Увидел Как цирюльник Удаляет зубы Ему процесс понравился Очень сильно И он Ему удалили зубы Или он не удалил? Нет Он смотрел Как удаляют Ему Понравился Сам процесс И он сказал Научи меня Он сказал Не буду Он заплатил Ему большие деньги Петр Первый Что тот Обучил его Умению Удалять Зубы Экстерпировать Как сегодня говорят Зубы И это все правда Это не легенда Это не легенда Это правда Петр Первый Научившись Прибегнул К практике И что он придумал Он объявил Голландцам Что он может Удалять зубы И он будет К каждому Пришедшему Голландцу За удаленный зуб Платить По шиллингу То есть Его приходили Голландцы С тем Чтобы удалить Зуб То есть Видимо Ему на практике Нужно было Наноситься Да Он Удалял Им зубы Платил По шиллингу За каждый Удаленный зуб И вот Сегодня В музее Этнографии В Санкт-Петербурге Имеется Коллекция Из Семидесятирех Зубов Лично Удаленных Петром Первым Интересно Я не знал Честно говоря Открытие Спасибо Возвращаемся На вятку Видели Да Возвращаемся На вятку А в 1869 В девятом году На вятку Приезжает Доктор Вальтер То есть 20 лет Да 20 лет Практически Никого не было Вот Он приехал Ну Тоже немец Тоже немец Но он оказался Еще Ну С моей точки зрения Еще тот Авантюрист Ну Он Развернулся Круче У него Афиши Выходили Во всех газетах На всех столбах И он писал Рекламную Да Развесил афиши По всему городу Которые Голосили Зубов Больше не вдергиваю Зубы Вставляю Без пружинных Крючков Бедным Безвозмездным Лечением Но Самое Интересное Пошли Можно так Сказать Не то что Осложнение А курьезные Случаи Например Которые Были описаны В Вятской Губернице В ведомостях Предположим Приезжают Пациенты Слободского Он Ему Вставляет Зуб Тот Едет Обратно Обратно В Слободской А зуб Стоил 7 рублей Серебром Это дорого По этим меркам По этим меркам Это очень дорого И У него Зуб Попадал Так как Тарантайка Тряслась И так далее А также Привязывалась Проволочки Привязывалась Ну Видимо Недостаточно Хорошо И так далее Кто-то Возвращался Кто-то Нет Но Мол Что-то такое Что-то мне тут Вставил Деньги давай Обратно Возвращай Он делал хитро Он 5 рублей Серебром Отдавал А 2 рубля Оставлял Себе Мол Я же работал Я же типа Принимал Вы же ко мне Приезжали То есть Это чистые воды Бизнес По нашему Развод Простите Да Развод Короче говоря После этого Когда вышло Несколько Таких Курьезных Случаев И неприятных Историй Жалобами Вышестоящие Там Инстанции Он Из Вятки Уезжает Еще Некоторый Период Времени Колесит По уездам Вятской Губернии Да Вятской Губернии И затем Вообще Сезает А он Где располагался Известно? А вот это Неизвестно Где он Реим Где в кабинет Был Вот Это неизвестно Ну А дальше У нас уже Идет интересный Период Когда В конце Значит Девятнадцатого века 1880-х 90-х годах У нас появляются Дентисты Уже несколько А? Уже несколько Уже не штучно Да Уже Несколько Дентистов Появляются Которые Имеют Опыт Работы Которые Как бы Наработали Практику Вот По ним Очень Тоже Интересная Информация Есть Собрано Например Аронсон Дон Львович У него Кабинет Располагался На Спасской Дом Свет Торжицкого Это Напротив Наискосок Областного Суда Нынешний Спасской Дом Сохранился До сих пор И вот На выставке У меня Представлена Как раз Табличка Это деревянный Дом что ли? Нет Это каменный Дом Двухэтажный Областной суд Напротив Областного Суда Наискосок О Вот там Первый деревянный Напротив Потом еще один И потом следующий Такой Лепинный Вот И на выставке Представлена У меня табличка Донтист Аронсон Ведет прием С девяти часов утра До сни вечера Эта табличка Висела на Дверях На дверях Его кабинет Как она вам Доставилась Ну Это В любые Случа Так сказать Пока я занимаюсь Историей медицины Я в поиске Поэтому У вас Когда-то Поиск Приводит К успешным Результатам Вот Поэтому Табличка Довольно-таки Такая массивная Тяжелая Он был Очень известен К нему Ходили В основном Высопоставленные Чиновники Вообще люди Представители Купечества Да Представители Купечества И так далее Его Брат Был Скульптор Жил во Франции Нелегально Раза два Приезжал Сюда на вятку Потому что Его не пускали И есть сведения Что он подарил Ему А в дальнейшем Сам Рансон Подарил музею Несколько Его скульптур Но Где они И что Какова их история Например Я Сведений не нашел О каком музее Нашему Кривеческому Да Дальше Интересен Факт Например Свадьбы А Рансон Стоматолог Не скульптор Не скульптор Просто Это то Что Его брат Был довольно Известен И так далее Жил во Франции А Рансон Жил у нас На вятке Вот Свадьба Свадьба Ему понравилась Представительница Купечица Богатая Дама А из какого рода Курца Вот Фамилию Я вам не скажу Но единственное Скажу Что она Довольно-таки Была известна Он пришел И сделал ей предложение И она ему Хотела ответить Отказом Тогда он берет Сакан Воды Доставит Мышьяк Высыпает Этот Мышьяк В стакан С водой Размешивает И говорит Если ты Мне ответишь Отказом Я сейчас В стакан Выпью Ну и суд Будет падать И И В итоге Дама Согласилась Ох ты Он ее Просто К стенке Что называется Прижал ее К стенке Она согласилась У них было Тринадцать Детей Сколько Тринадцать Тринадцать Ну десять Умер Волновом Денчестве Трое Сто лет Как характер Тогда Смертность Была Высока Вот Вот этим Он Пожалуй У нас Снарядки И Запомнился Хотя Я говорю К нему Была Постоянная Очередь И так далее Но Когда Вот Пошел Период Он был Молодым Кстати Человек Или уже Зрелый Да нет Он уже Был в возрасте Ему было За тридцать Тринадцать 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 В девятнадцатом Годов Пошел Процесс Национализации Частных Кабинетов Я к этому Еще вернусь Но просто Раз говорим Про Аранцона Аранцон У него Значит Написали Опись Того Чтобы Изъять И дальше Написали Что Ваш кабинет Не соответствует Кабинету Устанавливаем Советскую Власть По метражу В смысле? Вообще Не соответствует Потому что У вас Пациенты Находятся В прихожей Надо Или Расширять Делать Отдельную Прихожую Для пациентов То есть Ну вот Чистой воды Придирка Такая В ответ На это На все Он пишет Покупайте Забирайте Кресло Машину Все прочее Но Ввиду Болезни То есть Всех Частных Врачей Переводили В зубоврачебную Амбулаторию Которая Открывалась Как бы Для Всех Неимущих Для всех Значит Представителей Крестьянцев Для всех Граждан Вятки Короче говоря Для всех Все-таки Да Вот И я Отказываюсь Работать В зубоврачебной Это ваше Такой ситуации И дальнейшая Судьба Рансу На вас Он отказался А в дальнейшем Он уезжает В Москву И в дальнейшем Судьба Надо искать Искать То есть Вы понимаете Вот занимаясь Этой темой Вот он сейчас По тем же Время Какие Они были Педальные Плюс ко всему Там конечно Были Очень много Инструментов Вот если Взять Например Переписи Что Изымали Ой Это сохранилось Да Как раз Вот у меня Просто есть Что новая власть Да Что новая власть Как бы Оценивала И хотела Изъять У Честно Практикующих Докторов Например Кресло С насосом Бормашина Столик Инструментальный Плевательница Экстракционные Щипцы Элеватор Стерилизатор Экскаватор Двухсторонний Штоп Инструменты Для чистки Зондов Гладилка Шпатель Ложка Для амальгамы Пинцет Зеркало Шприц Для воды Ступка Для амальгам Бутылочка Для ртути Флакон С колпачком Подставка Для пяти Флаконов Кубик Стеклянный Пастер Рассветка С 26 Зубами Щеточки Для чистки Зубов И так далее То есть Вот это Чисто из архива Документы Которые Перечисляют Что было Национализировано У зубного Врача Махеевой Махеевой Ага Это другой врач Да Это другой врач Махеева Женщина то есть Женщина Не только мужчина Но и женщина Занимали Зубни У нас были Женщины И не одна Женщина Были Притом Махеева Потом становится Во главе Зубной Амбулатории Открытой В девятнадцатом Году Она где находилась? Так Махеева Находилась Кабинет на улице Московской Дом Смоленинова И Волохнина Это Это между Где-то Володарского И Свободы Володарского Свободы Недалеко Амбула Все это Ее имущество Еще есть перечень Была оценена 7147 рублей По тем временам Которые Значит Выдали А это Все забрали В пользу Так сказать Государства Государства Сергей Ахмедович У нас Середина часа Подошло Время рекламы Давайте Небольшую паузу Сделаем После чего Повернемся Напоминаю Что в библиотеке Мини Герцена Работает выставка Под названием Хранители наших улыбок Посвященная Истории До революционного Зубоврачебного дела У нас здесь На Вятке Автор Собственно Выставки Сергей Касанов В нашей студии Мы продолжаем беседу Сергей Ахмедович Скажите хотя бы Несколько слов О тех экспонатах Которые Вы принесли Сегодня в студию Что это Это потом Можно будет видеть На видеозаписи Нашей программы Которая на сайте Будет Историю Зубоврачения В мире Можно начинать С древних времен Да Вот Потому что Есть труды Например Эскулапа Времен Или Асклеп Его изображение Это Гиппократ У него Очень много Интересных Работ По Зубоврачеванию То есть Потому как Солить зубную боль И так далее А это Наш известный Русский хирург Николай Иванович Пирогов Который Делал челюстно-лицевые Операции И который Занимался Пластической хирургией Простите Николай Иванович Что я вас не признал С первого раза Это Пирогов Все Теперь запомни Вот Сколько было Стоматологов Ближе уже К революции На вятке Конкурировали они Каким-то образом Между собой Ну я считаю Что Особой конкуренции Она Может быть и была Но не в такой степени Как предположим Сегодня Но Была Если так Только В том Где Располагалось Место Где находился Тот Или иной Донтист Если место Проходимое Проходное Люди Вот например Изгур Лайзер Мордухович У него Кабинет был На Преображенской Это на Энглисе Израильсон Давид Израильевич Первая зубная Лечебница На Никольской Дом Макарова Леплявская Софья Григорьевна Кабинет На Преображенской Явно Что Два кабинета На Преображенской Тут какая-то Возможная Конкуренция была Про Махаеву Доротею Александровну Я уже говорил Вот Известный Очень Всем Нам По фамилии Но Это Дантис Пуни Цезарь Цезаревич Цезарь Его Ему пишут Пишут У него «Надо От Надо Ремонт Ремонт Обновить Оборудование Отнифилировать Инструменты» Ну По Соглашается В принципе И уже в 19-м году он входит в состав той самой амбулатории? Да, в зубной амбулатории. И уже вот в 18-м году его губернский отдел просит именно конкретно его собрать всех проживающих в городе Вятки зубных врачей и донтистов, предложив им организовать профессиональный союз и выработать устав. Также в срочном порядке обсудить декрет от 1-го октября сего года опубликованных в известиях Центрального всероссийского комитета об образовании при отделах здравоохранения зубоврачебных ячеек согласно циркулярного распоряжения членов коллегии зубоврачебных подсекций Народного комиссии здравоохранения от 16-го октября сего года. То есть, как бы его привлекли и каком-то период времени он, да, он и работал, но потом в принципе тоже прекратил. Сергей Иванович, дорого ли было вообще лечить зуб? В настоящее время мы знаем, что это такое удовольствие, ну, не дешёвое. Кто мог себе позволить? По тем временам это тоже стоило определённых денег и всё зависело от того, каким методом лечили, как лечили. Потому что были разные методики. Кто-то одной методикой пользовался, кто-то другой. Ну вот, ведь, понимаете, например, и зубы вставляли по-разному. Вот возьмите доллар, на котором изображён Вашингтон. 52 года у него остался один коренной зуб. У него был личный дантист, который ему три или четыре раза делал протезы. Вашингтон курсуса от боли и не мог переносить эти процессы и пил опий. Поэтому на этой купюре он выглядит как наркоман старый, беззубый, с опущенными волками рта. То есть, ну, это реально всё. Зубы стали причиной деградации личности. Да, причиной деградации личности, потому что он подсел на опий, был наркозависим очень сильно и даже купюра, вот, которая вышла с его изображением, если детально рассматривать, то видно. Но это реальные факты. Был ещё такой Пьер Фошар, это вот один из самых известных в 1720-х, 70-х годах личный донтист Людовика 15-го. Он является, мы можем его считать автором новых мастовидных протезов, прообразом, которые он создавал, дальше, брекетов. Он делал лично зубы мадам Парпаду, то есть был довольно-таки известен. И Людовик 15-й лично практиковался, ну, лично лечился у него. Единственное, что было странно немного поведение Фошара, он никогда не ходил на вызова, не принимал приглашения ни за какие деньги, кроме очень известных людей, например, таких, как Жан-Жак Руссо. Кстати, в том году, когда были сказочные игры, приезжал француз в образе Пьера Фошара, я был в образе доктора Айболита, мы с ним, как говорится, пересеклись, нашли друг друга. Да, пересеклись, он ходил с зубом, который был сделан из какого-то пластика и представлял образ Пьера Фошара. Ну, а продолжим донтистов наших революционной вятки. Давайте, у нас стоит 5 минут, да? Значит, Соколова, Махровская, Александра Викторовна, кабинет на Николаевской, Пула Мардвина, Александра Константиновна, кабинет на Владимирской, дом Валенчук. Карла Марсона, Да. Кстати, у Павла Мардиновой сын был очень известный инженер, выдающийся, довольникой, а она жила в нищете. И вот она в 19-м году просит прошения. Прошу меня хотя бы в вечернее время дать мне поработать зубным врачом, так как я решена к существованию и у меня нет денег. Ей в ответ пишут, вы уже стары, а сколько было так маленько? 69 лет. 69. И поэтому на работу мы вас принять не можем. Хотя дама была довольно-таки известна. А никакого пособия там у нее не было? Не получала? Ну, может быть, маленькое какое-то пособие. Ну, вот, есть письмо ее, где она пишет, что у меня нету средств к существованию. Почему она? Шейна Снес Абаравна и Ширина Надежда Ульфовна. Но эти были идентистки в городе Оружум. Дальше Пятикевич Аллоозий зубной врач Слободы Кукарка. Советно. Дрягина Красноперова Надежда Александровна зубной врач Малмыш село Селта и Черкова Небогатикова Людмила Петровна зубной врач города Налинск. Ну, это более вот такие, так сказать, известные. Но я могу сказать, что когда вот прошла национализация и когда прошел процесс вот частные кабинеты позакрывались практически, зубные амбулатории начали открывать, но прошло буквально три года. В 19-м году был съезд зубных врачей в Москве, а в 24-м был адонтологический съезд. И уже профессор Дауглис высокая трибунная сказал, а на Вятке было 13 амбулаторий по Вятскому уезду, а осталось только три. Почему так происходит? То есть вот сокращение уход частно практикующих врачей, недовольных системой оплаты, тем, как к ним относятся далее, он изменил вот такую структуру. Поэтому это было тяжело. То есть там оставался Налинск, Малмыш и Вятка. Даже в Слободском зубоврачебная амбулатория, она исчезла. Ну и все-таки большинство протисковавших до революции зубных врачей, они согласились на новые условия работы или уехали, покинули? В основном уехали. Уехали, да? Если брать, я брал список, пытался сравнить, ну, где-то может процентов 20-30 максимум, кто остался поработал. Ну, это до 24-го года. После этого у меня информации нет, но я говорю, вот национализация как пошла, там особенно 20-е, 21-е, 22-е, 23-е год, ситуация резко изменилась, сократилось число донтицов, зубных врачей и так далее, и ситуация осложнилась довольно-таки сильно. Сергей Михайлович, большое спасибо за этот исторический экскурс, завершается наша программа, время истекает, программа сделана в Вятке, посетите выставку хранителей наших улыбок, обращаясь к нашим слушателям, работает в библиотеке имени Герцена, вот такая интересная сторона в нашей вятской истории, спасибо, много открытий для себя сделал сегодня, всего доброго, до свидания.